Армения устроила еще одну провокацию на линии соприкосновения. В результате нарушения оккупантами режима прекращения огня погиб военнослужащий вооруженных сил Азербайджана Эльшан Халилов. О происходящих событиях последних дней вокруг Нагорно-Карабахского конфликта в передаче «Актуально сегодня» мы поговорим с гостем нашей студии политологом Тофиком Абасовым. Здравствуйте. Министерство обороны Армении наградило военнослужащих за то, что они убили азербайджанского военнослужащего. Не это ли говорит об их враждебном настрое? Чего они добиваются? То, что происходит в зоне Нагорно-Карабахского конфликта нам известно вдоль и поперек. Все нюансы, все детали, все видимые и невидимые стороны. То есть для нас ничего нового в этой ситуации нет. Мы лишь еще раз убеждаемся в том, что политика, государственная политика Армянской Республики, она в своей сути преступна. Почему? Потому что санкционируют провокации, преступные действия не какие-нибудь там рядовые командиры, а высокие чины. То есть все это происходит с ведома и министра обороны, и других ведомств и так далее. То есть наша задача сейчас должна сводиться к тому, что мы через все имеющиеся дипломатические, общественные, медийные, экспертные каналы и коридоры, мы должны все это, во-первых, распространять, чтобы сообщество было бы в курсе всего того, что происходит в нашем регионе. С другой стороны, все должны убеждаться в том, что слово Азербайджана, слово официального Баку о том, что Армянская Республика сделала полновесную ставку на экспансионистский курс. Это является тревогой, вызовом, опасностью и большим риском не только для азербайджанского государства, а для всего региона, для всего евразийского пространства. Конечно, тут надо, я думаю, говорить о том, что среди армянских правящих кругов наблюдается очень уродливый такой один фон, точнее тенденция. Мы видим, как происходит сращение психопатии и социопатии в умах тех людей, которые решают судьбы других. То есть речь не только тут о том, что армяне и армянские, вот эти крайние радикалы, люди во власти, они настроены против Азербайджана, против Турецкой Республики, против всего тюркского и мусульманского. Тут вопрос в том, что в этой стране имеют место очень опасные тенденции именно в умах, в сознаниях людей, которые наделены полномочиями. То есть это еще, плюс ко всему, тревога для всего сообщества, которое должно с этим считаться, должно быть, во-первых, в курсе всего, что происходит здесь, в нашем регионе. А регион у нас очень, несмотря на свои какие-то, может быть, скромные параметры, он очень важную функцию выполняет. То есть мы являемся коммуникативным звеном между континентами. Недалеко от нас находится Ближний Восток. В более, скажем, таком объемном рассмотрении мы еще и имеем прямые выходы в сторону Африканского континента. То есть Европа с Азией понятна. Если вы помните, в свое время, когда начала осуществляться с успехом энергетическая стратегия Азербайджана, в усть-то, в которой стоял Гейдар Алиев, он говорил о соединении многих регионов с подключением, скажем, государств, которые находятся на Каспийском побережье, Черноморском и Средиземноморском. То есть мы находимся в солнечном сплетении мировой системы. И здесь иметь такую неадекватную страну, очень опасную, очень оторванную от реалий. Но зачем они враждебно настроены? Зачем они продолжают провоцировать, когда они сами должны, в принципе, понимать, что им это не на руку вообще? Нет, понятно. Тут ясно, почему они все это делают. Мы это все-таки знаем. То есть этимология этой армянской болезни нам известна. Тут гадать не приходится. Все дело в том, что ее думающих сил является территориальный вопрос. То есть они все время неуемно показывают растущие аппетиты. Они претендуют на какие-то огромные ареалы в Российской Федерации, в Грузии, сейчас в Джавакете. Мы знаем, что ситуация подрывается уже постепенно. Дело идет к тому, что было имело место в Карабахе 30 лет назад. Они претендуют на 6-7 вилаятов Турецкой Республики. Они претендуют на Нахчевальна. Они могут без конца, не знаю, выдавать какие-то виды, заявки на то, что это их. Это иллюзия великого мнения. Но это является именно риском не только для Азербайджана и государства нашего региона, а для всего сообщества. Потому что сейчас мы знаем, что мир находится в турбулентном состоянии. Вся глобальная система конструируется по принципу поступательности, где не только происходят вещи, которые обнадеживают, но еще и происходят процессы, которые настораживают. Вот как раз-таки Нагорно-Карабахская проблема с ее армянским акцентом – это то, что является очень серьезным вызовом для всего сообщества. И когда мы говорим о том, что да, постсоветское пространство, Евразия – это да, само собой, но это еще имеет более глубокое, более объемное преломление и проецируется на весь мировой порядок. Потому что в одной части создать надежную, успешную архитектуру безопасности невозможно. То есть вначале надо шаг за шагом преодолевать именно те кризисные тенденции, которые происходят в отдельных регионах. И в данном случае то, что Армения делает ставку на экспансию, на агрессию, на то, чтобы именно держать регион, не только соседи, большие пространства под напряжением, это все не коррелируется, скажем, с мыслями, планами о том, чтобы в мире был бы устойчивый мир, чтобы была бы размеренность, которая позволит новым поколениям уже реализовать свой потенциал, развивать какие-то технологии новые, успешные какие-то программы осуществлялись и так далее. Фактически мы сейчас видим, как министр обороны этой страны, он санкционировал преступление и подписался под ним, что это я преступник, понимаете? То есть в то самое время, когда между Азербайджаном и Арменией при участии посреднической группы идут переговоры, политический процесс по урегулированию конфликта, по поиску алгоритма для разблокирования кризиса, этот человек, сведомо, естественно, своего премьера Пашиняна, он санкционирует античеловечественный в сути своей акт. Вот как раз вот эти вот провокации, я хотела спросить, не специально ли они устраивают эти провокации в преддверии, допустим, скоро состоится встреча в Азербайджане, и они, возможно, это специально делают, и для чего они делают такие провокации в преддверии таких встреч постоянно? Ну это же тоже не первый раз повторяется, то есть мы неоднократно были свидетелями того, как перед саммитами, перед встречей министров иностранных дел, перед встречей президентов всегда происходили вот такого рода эксцессы, обязательно с каким-то кровавым исходом, но тут есть, помимо тактической задачи у армянской страны, еще стратегическая задача, и в чем она заключается? Они хотят всему миру показать, сообществу показать, что в этом регионе миром не пахнет, то есть надо закрыть вопрос, закупорить его. То есть они всячески пытаются сорвать мирный процесс? Конечно, они работают против мирного процесса, то есть это типичная повадка, скажем, мракобесов, ястребов, которые считают, что они основной вопрос решили, типа они отвоевали не свои, чужие азербайджанские земли, и теперь пора ставить точку, чтобы закрыть этот вопрос, и потом еще перейти к Джабахетию, Нахчевань, еще куда-нибудь. Поэтому в данном случае мы осознаем всю степень, скажем, тревоги и важности продолжения наших дипломатических усилий. Почему? Не потому, что мы слабые, нет, наоборот. То есть повадки, опять же я повторюсь, Армении, они говорят о том, что они сами боятся, еще и пугают нас, а еще и пользуются, злоупотребляют бездеятельностью минской группы ОБСЕ. То есть фактически, обратите внимание, вот недавно мы потеряли нашего майора Умарова, сейчас этот мальчик Халилов, и самое главное, значит, политики, дипломаты из минской группы ОБСЕ все дружно молчат. То есть они даже не считают своим долгом осудить откровенно провокативные действия Еревана. Обратиться к министерству и обороны этой страны, понимаете? Потому что они, с одной стороны, вроде выступают как бы промоутерами переговорного процесса, они очень помпезно выполняют свои почтальонские, там, курьерские функции, придают им флер дипломатии, но, с другой стороны, когда происходит обострение в зоне конфликта, за которое они несут такую же ответственность, как страны этого региона, они молчат. То есть мы видим абсолютно бездеятельную позицию минской группы ОБСЕ. Давно звучат призывы... Ну а что они обсуждают тогда на встречах? Вот как раз-таки такие провокации, они должны ставиться на первый план, этот вопрос. Вы понимаете, главная задача, миссия дипломатии в чем заключается? Если есть спорная проблема, если есть тяжелый вопрос, надо искать пути решения этих вопросов. Зачем тогда посредственная группа, если она выполняет только технические функции? То есть мы видим, что они, во-первых, неплохо устроились, скажем откровенно. У них высокие и должности, и жалования, и все остальное соответствует тому, о чем могут, наверное, мечтать другие дипломаты из других государств, которые в курсе всего, как они осуществляют свою миссию. Вы понимаете, при высоком положении, никудышное, низкое КПД, это ни в одни представления не вписывается. То есть есть контекст проблемы, когда погибают люди. То есть вы несете прямую ответственность за то, что нарушается режим прекращения огня. Так его же еще никто не отменял. А кто его подрывает? А сколько армяне вот воют, 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 не успокоятся, что надо усилить меры доверия, надо установить механизмы мониторингов. Так давайте установим. И что? И кто подрывает здесь? Почему-то Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналиста, который в Санкт-Петербурге прошел, вот этот экономический форум прошел, там журналист ему задал вопрос, убили Омарова, да, майора, причастен ли сам Пашинян, да, к этому вопросу тоже. Он, то есть Армения непосредственно, он открещивался от этого вопроса, просто сказав, что виноваты не мы, виноваты Азербайджан. Ах, кто в чем Азербайджан виноват. Давайте вспомним, и напомню я и вам, и нашим телезрителям, фрагмент из недавнего выступления президента Ильхама Алифа, когда он сказал, если армянские военнослужащие не хотят находить свою смерть на азербайджанской территории, пусть они убираются оттуда. Куда уж лучше, конкретнее и полнее сказать, как говорится. То есть, что они потеряли на азербайджанских территориях? Вот наши ребята, которые погибают, они на своей территории. И погибают они от рук даже не армянских сепаратистов, а ереванских бонз, понимаете, тех, кто дает поручения, приказы, обострить обстановку, спровоцировать перестрелки, и подрывать, или подорвать, или в будущем продолжать подрывать режим прекращения огня. То есть, он временный. Мы понимаем, что идет война. Но а для чего подписывались вот эти два документа, которые в 1994-1995 году, которые преследовали цель создать наиболее удобные возможности, предпосылки для того, чтобы... Мы всячески пытаемся идти по этим документам, правильно? Нам даже не выгоден подрыв режима прекращения огня, потому что там живут наши, помимо военнослужащих, за ними живут наши гражданские лица, такое мирное население. Помните, 2-3 года назад, когда на территории Физеринского района в результате провокации армянской страны погибла двухлетняя девочка, ее бабушка? То есть, это была трагедия, опять на которую закрыли глаза и последники, и сообщество, и ОБСЕ, и Минская группа, и ООН. То есть, мы по своим каналам, по дипломатическим, по всем имеющимся каналам оповещаем, информируем о том, что происходит. Но проблема в том, что постепенно, давно, наверное, мы уже пришли к той мысли, что ждать морю погоды, когда речь идет о возможностях дипломатических кругов, урегулировать этот конфликт, они, конечно, это пустой ноль. Вот как раз я хотела задать вопрос, есть ли альтернативы мирному урегулированию конфликта? Ну, одну из альтернатив, конечно же, продемонстрировали события апреля 2016 года, когда вот точно так же армянские руководители, они занимали шапки с закидательством, они думали, что бесспорное преимущество в противостоянии за ними. И в один прекрасный день они получили очень хороший хлесткий удар и осознали, что уже наступил другой, как бы, этап в этом противостоянии, когда баланс сил изменился в сторону войска Азербайджана, когда выявились большие бреши в их хваленной оборонительной линии, когда они продемонстрировали свою военно-техническую слабость после провала мер, направленных на защиту в свете наступления азербайджанских соединений. И они поняли, что уже вот надо как-то перестраиваться. Но, как они перестраиваются? То есть, то, что мы освободили Джоджух Мерджанлы, там несколько регионов и районов с охватом стратегических высот, они это назвали оккупацией азербайджанской стороны. То есть, мы имеем дело с больной психикой, понимаете? Требования международных законов, правил, они на нашей стороне. То есть, мы все равно медалируем принцип нерушимости границ государств, которые признаны ооо. Вот смотрите, если, не дай бог, это все приведет к военным действиям, как международное сообщество будет реагировать на это? А вот вы можете сами ответить на то, как ведущие государства мира, когда они разрушают другие государства, как сообщество на это реагирует? Например, при попустительстве и ООН, и великих держав, тех же Соединенных Штатов Америки и других, и же с ними разрушили целые государства. И Афганистан, и Сирию, и Ирак, и Ливию. То есть, в данном случае у нас есть не только правовое право, если так можно выразиться, юридическое право, но у нас есть моральное право, потому что мы находимся на своей территории. Мы просим своей территории. Мы вынуждены терпеть чужой сапог на своей территории. Мы вынуждены все время взывать к порядку именно те структуры, те организации, которые призваны стоять, быть на страже мирового порядка. Не давать таким неадекватным государствам, как Армения, в общем, подрывать этот порядок, создавать ненужные прецеденты, диверсифицировать риски. И тем более, вот в регионе видно, кто во что гораст. Азербайджан — это один из лидеров, скажем, и постсоветского пространства, и евразийского пространства, который очень стабильно, системно, поступательно работает над реализацией очень мощных востребованных геоэкономических проектов. То есть, мы на все 100% заинтересованы в том, чтобы наша безопасность государственная, региональная, она была бы на уровне. Но а этому кто мешает? Мешает именно тот самый возмутитель спокойствия в лице Армении, который, во-первых, напоминает, скажем так, геополитическую мелочевку, но способную портить другим нормальный порядок. То есть, они сами себя уже, можно сказать, живьем хоронят. Эта страна, она не смогла справиться с вызовом времени и продемонстрировать свою готовность к тому, чтобы дооснастить национальную суверенитет, скажем, сильной работающей экономикой, социалкой, там, не знаю, культурно-гуманитарным сегментом и другими. А на этом фоне, значит, Азербайджан, он поступательно развивает свой потенциал, он увеличивает темп развития, он выстраивает парадигмы, скажем, взаимодействия, ну, если брать, допустим, в спектре южного газового коридора. Обратите внимание, Албания, Италия, государство Балканского полуострова, они все уже видят в Азербайджане очень хорошего, действовательного, потом ключевого союзника. То есть, мы сокращаем расстояние на пути к нашим партнерам, расширяем круг наших сподвижников, тоже самое государственных партнеров. Чем занимается Армения? Они несколько раз даже заявляли о том, что они способны, скажем, поразить нефтегазовые коммуникации, транспортные коммуникации, которые связывают постсоветское пространство, Южный Капказ с Европейским континентом. Понимаете, вот в чем разница. То есть, чем занимаемся мы и чем позиционируют, как позиционируют наши соседи. То есть, я опять же повторюсь, что я не имею привычки оскорблять армянскую политику. Просто надо дать принципиальную оценку тому, что это делает эта страна. Одно дело, они восхваляют официально, так министр обороны заявляет, что молодец, убили то, что солдаты на азербайджанской стороне. А с другой стороны, официально Армения, они, когда встречаются на уровне Минской группы ОБСЕ, на уровне глав МИД Азербайджана и Армении, они заявляют, что мы за мирное урегулирование, да, мы там и гуманитарная помощь нужна, и все вот это вот заключение. Они, я не знаю, получается, они ведут двойную политику. На словах они так говорят, а на действиях они провокации показывают свои. Проблема в том, что оппозиции любой страны, ее политического истеблишмента говорят не слова, а действия. То есть армяне все время, прошу прощения за это выражение, но я скажу так сленгом, свистят. Понимаете, они занимаются профанацией чистой воды и говорят о каких-то высоких материях, что они приверженцы мира, что они вообще чуть ли не являются самой древней нацией в мире, там, не знаю, прародителями христианства и так далее. То есть они на всех порах и на всех углах говорят ересь и сами в это верят. То есть это нация мифоманов, это они увлеклись этим мифотворчеством. Это не наши проблемы, это их проблемы и им найти способы лечения от этих болезней. Но другое дело, что от этих болезней страдаем еще и мы. Потому что, обратите внимание, город, зараженный Реванханом, вдруг оказался на 60 лет старше Дима, только лишь потому, что этого захотели армяне. Понимаете, они хотят доказать миру, что это их родной город, очаг. Тогда, как мы знаем прекрасно, что в годы народовласти во время первой нашей республики Ереван был фактически сдан в аренду под столичный город для них. Это один из примеров, скажем, этого проявления больного воображения. Поэтому они говорят одно и, естественно, делают другое. То есть за них мы уже не несем никакой ответственности. То есть они все время нагнетают обстановку. Они ведут полномерно процесс к новому витку эскалации. Военные эскалации. Причем полагаясь на то, что внешние заступники их в обиду не дадут. Но это, прошу прощения, это очень обманчивое представление. Насчет военной эскалации. Не считаете ли вы то, что последние действия на линии фронта, которые произошли, это их, может быть, зависть к тому, что недавно у нас проходили широкомасштабные учения Азербайджана и Турции? Как вы думаете? Ну, знаете, бесспорно. Давайте даже возьмем как бы другой пример. Недавно в Баку проходил финал Купы Европы. Какая была, скажем, вот эта вот волна словоблудия, там бесконечно каких-то обвинительных, там, не знаю, Демаши в сторону УЕФА, там, и так далее. То есть, это их постоянное состояние. Это люди, это общество обреченных людей, которые понимают, что они сами себя загнали в ловушку и никак не могут найти в себе силы, смелость, чтобы выправить положение. Почему? Потому что первопричиной всех армянских бед и армянской республики является Карабахская проблема. Она началась бытной Советского Союза. Они никто не ожидал, что будет распад этой страны, и, значит, на Кавказе появятся новые геополитические реалии. И вдруг появились три новых государства. То есть, вот почему их первый президент, человек более трезвый, более адекватный, более прагматичный мыслищий, Леон Трепетросян сказал, что мы выиграли лишь, или, там, не знаю, оказались на высоте в ходе одной военной кампании. Но это не конец войны. Он предвидел все это. И никто его не послушался. Значит, вот эти мракобесы, вот эти азататутюны, там, карабахские эти бандюганы и все такое, они увлеклись тем, что как будто бы они какие-то освободители. Речь идет об азербайджанских исконных территориях, где они в 1978 году отмечали 150-летие переселения из Персии в Азербайджан. И вдруг они, оказывается, тысячелетиями жили в Карабахе. Поэтому... И самое главное, они уже верят в это? Нет. Столько они говорят... Это тоже признак болезни, понимаете? Вот именно психической болезни, когда больные люди, они придумывают мифы и сами постепенно начинают верить в это, и потом насаждают это на всех углах, чтобы вот это так оно и есть. А что делать насчет народа Армении? Вот народ Армении должен сам придумать, что ему делать. Знаете почему? Потому что бегство из страны — это не выход из положения. Правда, у этой проблемы есть другая оборотно-невидимая часть. А куда они бегут в основном? Обратите внимание. Там уже поток переселения в западные страны постепенно сужается. Они переселяются куда? В южные регионы Российской Федерации. В скором времени там будут очаги нового и очаги сепаратизма. В Абхазию они бегут. Там уже они говорят о том, что это фактически их земля. И в Аджарии они сейчас осваиваются. То есть, они распыляются именно в тех ареалах, в тех регионах, которые не так уж далеко от самой Армении, и пытаются поднимать флажки самоопределения и так далее. Если они хотят сохранить свою страну, республику, они должны именно сделать правильный выбор курса через голосование в пользу прагматичных людей. Потому что сам факт наличия вот этого безобразного состояния, полуголодного существования, оторванности от всех региональных процессов и проектов, он о чем говорит? Он говорит о том, что эта страна не может никак найти себя в геополитической и геоэкономической структуре. То есть, у них нет такой интеллектуальной базы, чтобы именно признаться в том, что доселе осуществленная политика ошибочна. Она преступна и в отношении соседей, и преступна в отношении самой армянской нации. То есть, надо от нее отказываться. Именно в чем заключается отличие больного человека от здорового? Здоровый вовремя, полагаясь на силу рационализма, он отказывается от всего того, что приносит ему вред и даже новые риски. А больной не это, он упорствует в своих глупостях, он упорствует в своих ошибках, он идет до конца. Поэтому на ваш вопрос я отвечаю так. Если армяне в состоянии именно сделать правильный выбор, именно и стратегии, и политики, и тактических каких-то наработок, они должны, конечно же, сами прийти к выводу, что вот пришел, не знаю, Роберт Качарьян, он обвалил национальные, так сказать, акции. За ним это дело продолжил сэр Саркисиан, и теперь Никол Пашиньян. Уличный трибун, который дорвался до власти, повторяет ошибки, там, не знаю, 25-летней, 6-летней давности Азербайджана, когда дорвались до власти люди, абсолютно не владеющие некомпетентностью, не знающие вообще, не имеющие управленческого опыта. И сейчас вот он методом пробы ошибок пытается там, во-первых, собрать свою команду, окружить себя какими-то лаильными людьми и так далее. То есть это, все это... Но он сам даже не оправдал ожиданий народа. Ну, бесспорно. Столько было очень много обещаний, лозуков. И с чем это кончилось? Прошел больше года, и никаких подвижек нет. И поэтому они, как больные люди, хватаются опять за эту карабахскую проблему, видя в ней смысл своего существования. И если мы сейчас еще обратим внимание на то, как они сейчас высокопарно говорят о выстраивании взаимоотношений между карабахским государством и армянским, то есть оба государства, даже если слить воедино пока, вот на данном этапе, то есть там, наверное, невозможно найти какие-то обнадеживающие дискурсы, которые могли бы свидетельствовать в пользу того, что они бы крутятся в положение, найдут какой-то алгоритм для осуществления антикризисной программы. То есть то, что им не принадлежит по определению, я говорю о наших оккупированных территориях, естественно, они оттуда уйдут. То есть не уйдут, так мы и сами это все сделаем. Двух мнений тут быть не может. И для того, чтобы в будущем видеть себя именно в спектре таких адекватных субъектов, способных на нечто полезное, конечно же, армяне должны обратиться, может быть, даже за помощью к соседним народам, которые могут им протянуть руку помощи. Кстати говоря, мы видим, как они это понимают, даже в то время Николы Пашиняна были попытки наладить контакты с Турцией, а Турция их просто отвергла. Требования турецкой стороны ясные и вполне конкретные. То есть откажитесь от вашей агрессии, освободите азербайджанские земли, и мы вместе с Азербайджаном вам можем помочь. Если вы этого не хотите, значит у вас не все в порядке. Спасибо большое Туфин Малин за участие в нашей передаче. Спасибо вам за актуальные вопросы. И будем надеяться, что все-таки долгожданные перемены в нашем регионе в скором времени произойдут. Надеемся на это. А я напоминаю, это была передача Актуальна сегодня на телеканале Сибиси. О происходящих событиях последних дней вокруг Нагорно-Карабахского конфликта мы говорили с гостем нашей студии, политологом Товиком Абасовым. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин